Наша память о временах и героях Великой Отечественной войны живет не только в книгах по истории. Большое количество памятников, расположенных на территории Славянского района, в лицах рассказывают о подвиге советского солдата. Эта война оставила много братских могил, но еще больше солдат до сих пор лежат в местах боев. Но с каждым годом, благодаря поисковой работе, их становится меньше. В апреле прошлого года в хуторе Маевском на гражданском кладбище был перезахоронен Александр Степанович Дмитриев, погибший в боях за Украину. Лишь спустя 70 лет его останки обрели покой на родной земле. А в преддверии грядущей 73-й годовщины Победы на месте его захоронения был установлен памятник. 8 мая. Ровнодень остался до празднования Великой Победы. На гражданском кладбище Маевского сельского поселения, вокруг могилы перезахороненного в прошлом году солдата Второй мировой войны, суета. Здесь происходит установка памятной стелы. С просьбой помочь увековечить имя воина-героя главе района обратился сын Александра Дмитриева Анатолий, который сам сегодня уже пенсионер. Администрация помогла доставить останки отца на родину и полностью организовала перезахоронение героя, а также установку памятного знака. И сельсовет помогал, и Сенеговский молодец, спасибо ему, очень хорошо помог. Хорошо организовали, и казачатка стояли, колонны. Ну вы довольны, что отец вернулся? Ну, а как вы что? Вы что? Да. Радость. Памятников много не бывает. Ведь это не просто камень. За каждым из них история людей. Людей, беззаветно любящих свою родину. И трепетное отношение к местам их захоронения – это основа нашей гражданственности. В Славянском районе расположено 44 воинских мемориала. Каждую весну все поселения стараются привести их в порядок, благоустроить территорию, обновить краску и надписи. Чтобы мемориалы при полном параде смогли встретить День Победы. Но при всем должном уходе век памятников не бесконечен. Дожди, морозы, ветер разрушают камень. Шутка ли мемориалы, Великой Отечественной войны стоят уже более полувека, и срок службы многих подходит к концу. При подготовке воинского мемориала в хуторе Прорвинском Черноярковского сельского поселения была обнаружена обширная трещина на памятнике солдату. Этот дефект создавал угрозу разрушения объекта. Вот это трещина, вот здесь вот трещина, а вот это вообще тут трещина, видите. Потому администрация приняла решение демонтировать старый опасный монумент, чтобы изготовить и разместить на его месте новый, который с точностью будет повторять разрушившийся. Была установлена табличка, что опасно идут реставрационные работы. Сейчас идёт подготовка документации. Выезжал скульптор, проектная организация, которая сделает проектно-сметную документацию. Памятник не просто так вот его как бы разрушение сделали, как думают жители хутора Прорвинской. Памятник будет восстановлен точно такой же, как и был. К сожалению, нашлись местные жители, которые, не разобравшись в происходящем, поспешили озвучить свои возмущения. При том, что администрация поселения разъясняла людям суть происходящего. И то, что это вынужденная мера, принятая с целью обезопасить жителей от возможного получения травмы, если памятник не выдержит испытания временем. «23 марта мы проводим митинги, день освобождения от станицы Черноярковской и ближайших хуторов. 9 мая митинги проводим. Это было как бы опасно для жизни тех же жителей хутора Прорвинского и тех же учащихся, потому что был он в аварийном состоянии». Черноярковская – это поселение, в котором к делу сохранения памятников относятся с особым вниманием. За несколько последних лет при полном взаимодействии власти, предпринимателей и населения здесь был установлен новый памятник труженикам тыла – памятник лётчику, не допустившему падения самолёта на дома станичников. В прошлом году завершена замена табличек с именами на мемориальном комплексе в самой станице. Кстати сказать, памятник здесь с точностью повторяет ремонтируемый памятник Прорвинского солдата. «Со временем они приходят в упадок, теряют тот вид, облик и так далее. Поэтому, конечно, администрация принимает меры для того, чтобы эти памятники восстанавливать. Неприятно, доходят до нас, до славян, в том числе и до ветеранов, такие слухи, что находятся люди, которые начинают неправильно квалифицировать действия администрации, в том числе и главы. Я считаю, конечно, надо просто разумно подходить к решению этих проблем, вместе решать эти вопросы, а не амбициозно смотреть, ага, ты поступил неправильно, вот мы тебе покажем, накажем и так далее. Я считаю, этим никогда успеха мы не достигнем». Сейчас памятник солдату в хуторе Прорвинском, рядом с которым захоронено почти 200 воинов Второй мировой, стоит обтянутый заградительным экраном. А администрация Черноярковского сельского поселения ведёт работы по подготовке проектной документации для изготовления и установки обновлённой статуи солдата. И тем не менее, митинг, посвящённый празднованию 9 мая 2018 года, пройдёт здесь, как и планировалось – торжественно и празднично, с тёплыми словами в адрес воинов Победы и возложением цветов к братской могиле. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».